Господи Божий мой, на тебя уповат, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день праздников, в честь иконы Божией Матери, именуемой Державная, за ритургией прежде освященных даров, по уставу читается Богородичная Евангелие от Луки, состоящая из двух отрывков. Глава 10, стихи с 38 по 42 и глава 11, стихи с 27 по 28. Послушаем. Это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, в ниде Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа, прият его в дом свой, и сестра, и бенрицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисусову, слышаше слово его. Марфа же молвиша о мнозе службе, ставше же рече, Господи, не брижеши ли яка сестра моя, единомя остави служите, рцы уба ей, дами поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую счастье сбра, я же не отымется от нея. Бысь же, ягда глаголуша сия, воздихшей некая же на глаз от народа рече ему, блаженно чрево носившая тя, и с отца я же и сисал, он же рече, тем же уба блаженни, слышащие слово Божие и хранящие. Так звучит евангельское чтение этого дня на церковно-славянском языке. Прочитаем этот текст вместе в русском синодальном переводе. В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или Тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. А он сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Евангелист Лука в сегодняшнем Евангелии повествует, что Господь пришел в одно селение, где жил Лазарь и его сестры Марфа и Мария. Приняв Иисуса Христа, Марфа стала суетиться, готовя угощение для гостя, а Мария слушала Спасителя, сидя у его ног. Марфе, усердно хлопотавшей о приготовлении угощения для Господа, не понравилось, что Мария оставляет ее без помощи, наслаждаясь беседой с дорогим учителем. Тогда Марфа обратилась к Господу со словами, скажи ей, что бы помогла мне. На такую просьбу Христос ответил, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Как отмечает архимандрит Ионуарий Ивлеев, в ответе Иисуса Христа важно противопоставление многое одно. Предполагается, что это одно состоит из внимательного вслушивания в слово Иисуса и сосредоточенного размышления над ним. Но ведь и многое, о котором заботится Марфа, то есть служение ближнему, имеет свое оправдание и было представлено как очень важное в притче о милосердном Самаре ныне. Но это многое, на котором печется Марфа, ее добрые дела должны стоять в должном отношении к одному, которому посвятило свое время Мария, то есть к слушанию слова Господня. Ранее Господь в этом же Евангелии от Луки уже говорил своим ученикам, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который основан на камне». Для каждого православного христианина важно помнить, что основой всякого доброго дела должно быть евангельское рассуждение. Не всегда Бог требует от нас поспешных и суетливых поступков. Порой нам очень важно остановиться и, подобно Марии, нашим смиренным сердцем припасть к ногам Божьим, услышать его голос и творить всякое доброе дело без суеты, дабы в поспешности своей не упустить главного. Сегодня Святая Церковь возвеличивает образ Девы Марии, «О котором некая женщина, обращаясь ко Христу, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тя, и сосцы тя питавшие». Само слово «блаженно» по-гречески «макария» означает состояние наполненности счастьем, если можно так сказать, духовной радостью. Сами слова неизвестной женщины по своей сути были обращены ко Христу в форме, принятой у евреев того времени, благовествования Его Матери. И сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, подобно той женщине приносим благодарение Иисусу Христу за то, что Он нам даровал живой пример святости. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «Кто очень почитает Божию Матерь, лишь слышит ее имя, тут же преображается». Или если увидит его написанным где-то, благовейно целует, а сердце при этом радостно трепещет, может всю службу простоять, постоянно повторяя имя Пресвятой Богородицы. Когда прикладывается к иконе Божией Матери, то имеет такое чувство, что прикладывается не к иконе, а будто перед ним сама Богородица, и от любви к ней в изнеможении падает долу. Много ли говорит нам Пресвятая Богородица со страниц Евангелия? Практически ничего. Но все же внимательные слушатели Благой Вести Христовой на страницах священного текста могут найти одну заповедь, которую нам оставила Дева Мария, находясь на брачном перу в Кане Галилейском. «Что скажет Он вам, то делайте». И в этих словах вся глубина веры пренепрочной Девы. Веры, как проявление доверия к Богу. Она сама, в момент чудесного явления ангела в своем родном городе Назарете, когда услышала весть о рождении Ею Сына Всевышнего, кротко ответила, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Эти слова стали проявлением смирения и кротости молодой девушки, которую и наполнила благодать Святого Духа. Вот подлинный пример пути к святости, к Богообщению. Нам с вами нужно научиться делать то, что говорит нам Бог, чему Он нас поучает. Ведь путь к блаженству открыт каждому, поэтому говорит Господь, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Иными словами, Христос ставит перед нами две задачи на всю нашу земную жизнь. Слушать Его слова, напитываться ими, шествия по спасительному пути веры и реализовывать их в каждом дне, отпущенном нам для этого Богом. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok